Всем добра, меня зовут Николай, ASIO, VDM, программная коммутация, всё как обычно, мне как обычно лень заучивать сценарий и выставлять камеру, поэтому поехали сразу на экран. Вкратце, в прошлый раз мы отправляли стереозвук в Discord из вашего DAW, и в прошлый раз у нас было две глобальных проблемы. Во-первых, мы не могли отправить видео всего вашего экрана, а только окно DAW, там были проблемы с окнами плагинов и так далее. Во-вторых, у нас была очень высокая задержка, потому что мы не использовали драйвер ASIO в нашей DAW. Сейчас мы обе эти проблемы постараемся исправить и начнём с настроек OBS. Аудио. Два устройства по умолчанию. В моём случае это моя внешняя аудиокарта Steinberg UR44C. Она используется и в качестве устройства воспроизведения, и в качестве устройства записи по умолчанию. В таком режиме уже OBS вполне слышит мой микрофон, я его сейчас слышу через прямой мониторинг карты, но это для вас не важно. Поехали дальше. В настройках помимо этих двух устройств есть ещё одно устройство ввода, типа второй микрофон. У меня это устройство от ASIO Link Pro. Но фактически здесь может использоваться абсолютно любое устройство. Например, вы можете использовать вашу встроенную аудиокарту. Но если вы используете вход вашей встроенной аудиокарты, то есть микрофон Realtek, условно говоря, вам нужно обязательно в уровнях этой аудиокарты спустить эти уровни на минимум. Я использую не встроенную аудиокарту, а устройство ASIO Link, поэтому там ничего менять не буду. Здесь просто использую Mix01 от... короче, любое неиспользующееся аудиоустройство. На нём просто не должно быть других звуков. Зачем это устройство используется? На него мы будем отправлять звук из рипера. Как мы будем отправлять звук из рипера на него? С помощью обычного плагина Reastream. Вот он у меня здесь, на мониторном канале. Я его включу, и, собственно, он работает. При выключенном этом плагине звук из DAW не идёт в эфир. Я его слышу, а индикации VBS нет. Если мы включим этот плагин... А, да, забыл. У него же... это же парный плагин. Про этот плагин есть отдельное видео. Точнее, не отдельное видео. Он уже упоминался в предыдущем видео. Ссылка, естественно, будет в аннотации в правом верхнем углу и в описании под текущим роликом. Работает он примерно так. Вы в OBS выставляете точно такой же плагин. В рипере выставляете Send. Здесь выставляете одинаковый идентификатор. В OBS выставляете Receive. Должны быть включены оба плагина. И, в принципе, таким образом они и работают. Теперь за счёт этих плагинов мы отправляем звук из рипера в Discord. Вы его слышите? Я его, скорее всего, для вас сделаю чуть-чуть потише потом на записи, на монтаже. Но суть не в этом. Суть в том, что мы отправили звук из рипера в OBS. Но конечная задача у нас не отправить звук из рипера в OBS, а отправить звук и ещё и видео. Из, ну, рипера, с вашего рабочего стола, с вашими, там, окнами какими-то и так далее, в Discord. Так вот, теперь мы, получается, должны отправить и видео, и звук из OBS в Discord. Давайте это попробуем сделать. На данный момент в Discord у меня уже открыта беседа с моей дорожайшей возлюбленной. Вы уже с ней знакомы по прошлому видео. Если не видели прошлое видео, обязательно посмотрите. Ссылка в аннотации и в описании. Но сейчас возлюбленная уже слышит всё, что происходит в моём эфире в OBS. За счёт чего это происходит? Давайте разбираться. Во-первых, OBS открыт не просто так. Так, если правой кнопкой нажать на окне предпросмотра, появится функция «Оконный проектор предпросмотра». Если вы её нажмёте, она у меня уже включена, то появится вот такое окошечко. Вы его можете менять по размерам. Я его разворачиваю в полный экран и сворачиваю. И вот именно это окно мы транслируем в Discord. Здесь мы можем выбрать окно. И у меня выбрано окно... А, оно, кстати, не выбирается, пока оно свёрнуто, поэтому его нужно сначала развернуть, открыть Discord, выбрать «Оконный предпросмотр» и запустить прямой эфир. Таким образом оно отправляется в эфир вашим зрителям в Discord, вашим собеседникам в Discord. Дальше. В настройках Discord ничего снова менять не нужно. Здесь всё по умолчанию. Дефолт, дефолт, дефолт. Как и в прошлый раз. Опять отключаем эхоподавление и шумоподавление. Включаем две настройки использовать нашу новейшую технологию для записи экрана и использовать экспериментальный способ захвата звука из приложений. И всё. То есть Discord настраивать сам по себе не нужно. Теперь вопрос в том, как из окна OBS звук отправляется, собственно, в Discord. Для этого в настройках аудио в Discord, помимо уже упомянутых настроек, должна быть настройка вывода. Устройство прослушивания. Это тоже должно быть неиспользующееся устройство. Если у вас не установлен ACO Link, то вы можете здесь использовать вашу встроенную аудиокарту, опять же таки, отключив у неё звук. Вы можете, кстати, просто вот здесь на значок громкости нажать, выбрать здесь ваш динамик Realtek, убрать у него звук и выбрать ваш обратно внешний интерфейс. Здесь закрываем. И осталась самая важная, последняя, но самая важная настройка. В расширенных свойствах аудио, они достаются по микшеру правой кнопкой мыши в OBS, расширенные свойства аудио, у того самого дополнительного устройства записи, где мы выбрали Mix01, должна быть проставлена опция прослушивания и вывод. Таким образом, звук, который мы слышим в Reaper'е, отправляется в OBS. Отсюда, с помощью вот этой опции, отправляется на устройство вывода, которое выбрано в настройках OBS. Вот это устройство вывода. Из этого устройства вывода его забирает Discord. И сейчас все, что слышу я из Reaper'а, слышит и моя возлюбленная, которая виртуально сидит за своим рабочим компьютером в Discord'е, общаясь со мной. Вроде ничего не забыл. Теперь нюанс. Если вы хотите не отправлять звук своего микрофона напрямую, а отправлять его через DAW, это тоже можно сделать, но есть нюансы. Для этого мы должны, получается, отключить в OBS наш звук микрофона и только после этого включить его здесь. Я заодно на всякий случай отключу себе мониторинг. Прямой мониторинг. Отключу звук своего микрофона в OBS. И только после этого включу этот звук. Тест. А, я себя слышу уже из компьютера возлюбленный. Включу свой мониторинг сквозной уже в Reaper'е. Таким образом, возлюбленный я могу отправлять себя в левое ухо, например. Я потом на записи дам послушать. Либо, наоборот, в правое. При этом вы можете отправлять весь проект точно так же в левое или в правое ухо. Ну, естественно, у нас нет необходимости отправлять весь проект в левое или в правое ухо. Но я просто хочу, чтобы вы понимали, что это возможно, что звук отправляется в стерео. Вот такие пироги. Пожалуй, это все. И на этот раз даже не будет нюансов. Если они вдруг есть, то вы можете всегда их оставлять в комментариях, если я их вдруг пропустил. Обсудим. Подумаем, что можно еще сделать. Ну и, естественно, если ваши вопросы остаются в комментариях, желательно оставлять их чуть более развернутыми, чтобы у меня была возможность на них корректно ответить. Естественно, комментарии лучше оставлять здесь, на Ютубе, потому что у меня будет быстрее возможность на них ответить, их прочитать и отреагировать. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если вдруг еще нет. Оставляйте свои комментарии про них, я уже сказал. Подписывайтесь на меня в других социальных сетях. И не забывайте творить музыку, а не только настраивать ее коммутацию. Всем добра!